В этой серии «Шоссе через ад». Не спеши, Горд. Горд, подожди! Эл и Горд никак не могут. Горд, нужно смотреть, куда ты едешь. Я смотрел. Найти общий язык. Дай им проехать. Пурга в Альберте. Куда он так несётся? Вызвало опасную цепную реакцию. У нас там авария. Не подходите! Сдвинуть застрявший экскаватор. Немножко мёртвым быть невозможно. Оказалось, не под силу оснащению Элла. На «Шоссе через ад» последней линией обороны становится армада уникальной аварийно-спасательной техники. Ведь перекрывать «Шоссе» недопустимо. Колин. Джейми. Горд. Элл. Шоссе через ад. Там до сих пор идёт снег? Да, причём сильный. Погода быстро меняется. Невозможно угадать, что может случиться. Рассветный шоссе 881 к югу от форт Макмюррей в Альберте. Южное направление полностью закрыто. Сильный арктический ветер принёс массу снега, обрушив на шоссе самую мощную метель года. Очень сильный снег! Дорогу вообще не видно! Ослеплённым водителям сложно удержаться на дороге. Но в этой битве им не победить. Скорее всего, прогноз говорит, что на дворе зима. Ура! На станции Джейми Дэвиса в Лак-Лабиш. У нас 15-тонный кран. В том же районе, через дорогу, в кювете ещё один автомобиль. Водитель Рэнди Джекнайф, находящийся на испытательном сроке, принял вызов. Похоже, это шоссе не посыпали песком. Нужно ехать очень осторожно. Шоссе 881, как дикий запад. Встречное движение на узком двухполосном шоссе. Там все ведут себя, как беспечные ковбои. Около полудня Рэнди прибыл на место в 150 километрах к северу. Похоже, его ослепил снег, и он оказался в канаве. Водитель автокрана не справился с управлением и слетел с шоссе в глубокий снежный занос. Сейчас посмотрю. Диспетчер сказала мне, что это 15-тонный кран, но он совсем не 15-тонный. Это был зверь весом 31 тонна. Я привяжу здесь строп и протяну к вам трос. Нужно прикрепить цепь или трос к стропу. Как видите, глубина снега около 80 сантиметров. Придется нелегко, потому что я буду загребать снег. Сложная задачка. И Рэнди необходимо быстро ее решить. Кран ожидают для срочного ремонта. Дэн, останавливай их! Рэнди придется перекрыть полосу в северном направлении, чтобы обеспечить безопасность. Мы тебя вытащим, приятель. Подожди секунду. Мой эвакуатор весит всего 25 тонн, а кран – 31 тонну. Считайте сами. Но Рэнди надеется, что уравнение сложится, если водитель крана будет помогать. Поехали! Ну же, цепляйся. Поработай для папочки. Будь хорошей девочкой. Вот так, получается. Подожди, дружище! Я переставлю машину, чтобы выпрямить угол! Рэнди нужно думать не только об эвакуации. Дай им проехать! Видимость ухудшается с каждой минутой. А это несет новые угрозы. Даже с регулировщиками движения, невнимательный водитель приближается к месту аварии, заезжает за поворот, видит машину или фуру, стоящую посреди дороги, и врезается в нее сзади. Ладно, Дэн, останавливай их! Авария может случиться в любой момент, особенно на том шоссе, потому что водители не снижают скорость. С той стороны уже собралась пробка километра на полтора. Видимость значительно ухудшилась. Вообще ничего не видно. Нужно быть на чеку. Все, теперь я переставляю свой эвакуатор. Надо пошевелиться, чтобы не создавать пробок. Хорошо! Ты готов? Поднимается! Похоже, нас ждет успех. Рэнди вытаскивает 30-тонный грузовик на обочину. Давай, детка, не подведи! Он соскальзывает назад в канаву! Но его 25-тонный эвакуатор никак не может вытянуть автокран на дорогу. Придется отпустить, поискать решение и открыть движение. Внимательнее! Помедленнее, не гони! Хватит снимать! Высокая скорость движения и плохая видимость заставили Рэнди напрячься. Приходится разбираться с посторонними. Этого еще не хватало. Посмотрите на этот грузовик. Он ушел в кювет справа. Хоуп, Принстон За полторы тысячи километров на юго-запад… Да, температура немного поменялась. Это точно. В горах к востоку от Хоупа началась ранняя весенняя оттепель. Посмотрите, грузовик на обочине. На навершине санды, на третьем шоссе, Эллу и городу Эсквайринг-Тоуинг, предстоит масштабная операция. Прицеп, полный грибного компоста, лежит на боку. По сути, это разлагающаяся растительная масса, гниющая трава. Посмотрите, какой обрыв. Парню повезло. Резкие повороты, крутые склоны – место, где эвакуаторы всегда востребованы. Черт! Водитель фуры, полностью загруженный компостом, потерял управление на крутом повороте и врезался в ограждение. Перед поворотом стоит знак «50 километров». Водитель ехал значительно быстрее. Ему повезло, что он не упал с обрыва. На этом шоссе пострадало много водителей. Посмотрите. Кабина полностью смята. Парню очень повезло. Горд и Элл уже отбуксировали разбитый тягач к ближайшему съезду. Вот как третий шоссе наказывает за самоуверенность. Но прицеп с большей частью груза внутри полностью закроем дорогу и оттащим его. Убрать будет намного сложнее. Должно получиться. Эл решил рискнуть. Во-первых, техника не могла подобраться к открытой части прицепа. Чтобы выгрузить на месте, нужно было зависнуть в воздухе. Они протянут тросы обоих эвакуаторов и вместе оттащат прицеп. Счастью, рядом было широкое место. Сначала уберем преграду с дороги, а потом разберемся с грузом. Хорошо. Это самый быстрый способ очистить дорогу, если только тонкая стенка прицепа не сломается. Прицеп мог в любой момент развалиться, и тогда мы бы столкнулись с еще большей проблемой. Пожалуй, сойдет. Ладно. Был риск, что прицеп сломается. Поэтому нужно было просто прикладывать достаточное усилие. Делать это медленно и аккуратно. Без глупостей. Потихоньку. Да, конечно. Ладно. В таких случаях связь крайне важна. Мы должны работать сообща. Им нужна идеальная координация. Если один из нас потянет сильнее другого, ничего не получится. Подожди, Горд. Подожди. Не спеши. Горд. Горд, подожди. Лак Лабиш. Она соскальзывает назад в канаву. На шоссе 881 в Альберте. Посмотрите на этот грузовик. Он ушел в кювет справа. Во время первой эвакуации на глазах у Рэнди произошла следующая авария. Не знаю, что там происходит. Это снежный армагеддон. Ужас. Снегопад усиливается. Пробка увеличивается. Он потихоньку выходит. Рэнди необходимо поскорее закончить эвакуацию. Продолжает соскальзывать. Я тянул, тянул, а он продолжал скользить. Я проехал дальше, а он снова сдвинулся. Ну давай, тяни. Я протащил его метров пятьдесят, но он продолжал соскальзывать. Давай, крошка, поработай для папочки. Около двух часов дня подоспела подмога. Местный водитель Джейми – Кит Милки. Нужно остановить движение с той стороны. Да, он над этим сейчас работает. Я должен достать того парня. Да, Кита вызвали, чтобы эвакуировать внедорожник, попавший в кювет рядом с автокраном. Здравствуйте, вы откуда? Из Хьюстона, штат Техас. К сожалению, нужно подождать, пока мы разберемся с краном, и тогда заберем вас, ладно? У Кита всего лишь однотонный эвакуатор, но этого может оказаться достаточно. Я придержу автокран тросом, чтобы он не соскальзывал вбок. Надеюсь, это позволит его вытащить. Держи. Нет, сложи вдвое. Да. Ты будешь тянуть большой вес. Кит! Секунду, я натяну трос. Теперь берегитесь. Начинаем тянуть. Полегче. Выходит. Пока неплохо. Хорошо, хорошо. Похоже, сейчас получится. Да! Вышло даже лучше, чем я предполагал. Вот что значит командная работа. Нужна была еще одна точка опоры. Я ее обеспечил. Скажите снегоуборщикам, что можно посыпать дорогу песком. Шоссе теперь свободно, и Кит может начать вытаскивать внедорожник. Нажмите на тормоз. Попробуйте проехать вперед. Парень поехал дальше. Никаких повреждений. Надеюсь, сегодня аварий больше не будет. Всего на пять минут закрыли, а уже собралось 300 машин. Но затор растянулся далеко за пределы видимости. Куда он так несется? Посмотрите, у нас там авария. Не подходите! Видели? На обочине лежит прицеп. Полностью закроем дорогу и оттащим его. На третьем шоссе в Британской Колумбии должно получиться. Эл и Горд должны идеально синхронизировать действия, чтобы оттащить поврежденный прицеп с дороги. Потихоньку. Да, конечно. Ладно. Ну и хрисковая затея. Подожди, Горд. Подожди. Не спеши. Горд! Горд, подожди! Началась неудачно. Ты что, рацию выключил? Нет. Сделай громче. Я убавил громкость. Когда отвлекаешься, упускаешь детали. Нужно все перепроверять. Так и вышло. Рация работает лучше, когда включена. Ладно, подтягивай. Наладив радиосвязь, Эл и Горд попробовали снова, надеясь, что прицеп останется на дороге. При таком уклоне, когда мы тянули, прицеп мог соскользнуть с обрыва. На самом деле тащил Горд, а я придерживал прицеп. Я пытался оттащить его за поворот, в широкое место. Впереди стояли машины. Пришлось попросить их убраться. Мне приходилось вертеть головой на все четыре стороны. Полегче, Горд. Легче. Я отвел взгляд от левого зеркала. Когда понял, что прицеп врежется в ограду, было уже поздно. Горд резко остановился. Горд, нужно смотреть, куда ты едешь. Я смотрел. Ты не видел, куда ты заехал? Я смотрел на пикап, стоявший у меня на пути. Дело не ладилось, и Элла это раздражала. Сдай назад. Давай, Горд. В подобных ситуациях я веду себя точно так же. Мы с ним как братья. Пришлось остановиться и зацепить тросы по-другому. Потом мы продолжили. Только подожди, Горд. Жди команды. Ладно, давай потихоньку. С твоей стороны хватает места? Полно. Так. Хорошо, шоссе открыто. Теперь, когда мы убрали прицеп с дороги, можно подгонять машины и разгружать. Потом мы поднимем прицеп на колеса и заберем его. Мы поднимем прицеп, чтобы он осцеллировал. Вот какие слова я знаю. Прицеп был без крыши, а внутри начинка. Название Тако Ролл как раз подходит. Мы проведем Тако Ролл. Этот маневр немного отличается от Джелли Ролл. Два эвакуатора, один спереди, другой сзади, поднимают прицеп над землей и переворачивают в воздухе. Попробуй опустить ту сторону. Вот так-то. Дело сделано. Пришли, победили, прибрались и едем домой с трофеями. С того момента, как мы приехали, и до окончания работ, прошло меньше часа. Полиция была в восторге от того, что дорогу открыли в такие рекордные сроки. Лак-Лабиш Произошла авария. В кого-то врезались. На шоссе 881 в Альберте произошло то, чего Рэнди боялся больше всего. Надо позвонить в службу спасения и вызвать сюда скорую. Из-за сильного снегопада одна фура с разгона влетела в другую. Это уже второй случай цепной реакции. Столкнулись грузовики одной компании. Не приближайтесь! Где водитель этого грузовика? Есть пострадавшие? Я подхожу к месту. Вы водитель? Что-нибудь болит? Нет. Точно? Когда врезается фура, удар очень сильный. Запчасти по всей дороге. Здесь хаос. Мне нужна помощь. Хорошо, Рэнди. Большое спасибо. Подожди, приятель. Дорога пока закрыта. Когда видимость плохая, водители не всегда замечают сигнальщиков. Они не видят предупреждающие знаки и задние фонари других машин. Поэтому вполне вероятно, что произойдет новое столкновение. Я сначала осмотрю обочину и позабочусь о безопасности. Включите все свои фонари! Шоссе пока закрыто! Оставайтесь в машине и не выходите. Главная задача Рэнди – не давать пробке разрастаться и предупредить очередную аварию. Дай им проехать! Я сказал сигнальщику Дэну, если видишь, что собралось 15 машин, дай им проехать. Я второму скажу то же самое. Мимо Рэнди снова едут машины. Надеюсь, пробка рассосется. Но некоторые водители отказываются снижать скорость. Ситуация серьезная. Помедленнее! Я испытывал сильнейший стресс. Пытаешься делать свою работу. И теперь полюбуйтесь на это. У меня в груди все сжалось. Нужно взять себя в руки. У меня сердце бешено колотилось. Я вспотел, хотя на улице было минус 20. Ну же, Рэнди, думай, думай. Думай, думай, думай. Рэнди понял, что самому ему не справиться. Алло, вы меня слышите? Он решил позвонить диспетчеру. У меня здесь сумасшедший дом. Произошло несколько аварий. Несколько? Фура вылетела в кювет, потеряла груз. Другая фура врезалась в грузовик. Мне нужна помощь. Вот и полиция. На шоссе 881? Здравствуйте! Призыв Рэнди о помощи был услышан. Я рад, что вы приехали. Теперь мы сможем поработать вместе. Через несколько минут прибыл Джонни Типтон, водитель Джейми из Форт Макмюррей на HR 68. На том конце есть человек? Да, там сигнальщик. Второй здесь. Мы поставим сигнальщика возле моего эвакуатора, чтобы обе стороны были прикрыты. Будем понемногу пропускать машины. Хорошо. После того, как произошли новые аварии, и после ухудшения погодных условий Рэнди рад любой помощи. Четыре машины закрыли всю дорогу. Мне некуда было деваться. Джонни взялся за самый сложный случай. Как это называется? Планетарная передача. Планетарная передача для большой машины. Планетарная передача – это часть трансмиссии тяжелого грузовика, самого большого самосвала в мире, без которого в местах нефтедобычи не обойтись. Эта штука весит около 12 тонн. Так что она тяжелая. Первым делом Джонни должен вернуть фуру на дорогу. Черт, как много машин! Я его зацепил! Теперь нужно закачать воздух! Чуть дальше по шоссе Рэнди пытается убрать фуру, врезавшуюся в другой грузовик. Останови их! Можно ехать! Рэнди, наконец, готов отправляться. Я свое дело сделал. Джонни осталось достать один тягач из кювета. Возьмите второй! Тот тягач перевозил груз весом 12 тонн, который нужно вернуть в кузов. Действовать необходимо быстро. Солнце садится. Мы имеем дело с тяжелыми погодными условиями. И известно, что в такую погоду всегда что-то происходит. Если я протяну цепь через эту скобу вот сюда... Да. Это не даст ей перекрутиться. Да, хорошо. Джонни вытащил передачу. Теперь ему нужно поднять ее на грузовик. Надеюсь, когда ты поднимешь, она останется в таком положении, и я смогу подъехать под нее. Почти. Начинает выкручиваться. Она поворачивается, когда я поднимаю ее над землей. Что скажешь, Джонни? Ты справишься или нет? Я могу вернуться. А Джейми на своем ротаторе, наверное, смог бы это сделать. Не хочу сдаваться. Я не такой. Буду возиться два дня, но погружу эту штуку. Если изначальный план не срабатывает, ребята должны искать другой вариант. План Б, С, Д. Во что бы то ни стало. Местный водитель Кит, возможно, нашел решение. У меня здесь маленький эвакуатор. С его помощью можно ее развернуть. Да, то, что надо. Ладно, я позову сюда Дэна. Кит подобрал другую жертву стихии. Но он все еще может использовать лебедку со стрелой. Эта штука весит больше, чем моя машина. Поэтому я протяну трос через блок, чтобы ничего не сломать. Нужно занять правильную позицию, чтобы никто из нас не оказался под ударом. Осторожно! Маленький эвакуатор выровнял передачу. Можно сдавать назад? Да. Хорошо, подъезжаю. Но последний этап потребует самой высокой точности. Стой! Необходимо поравняться с передачей. Почти! И поставить ее на место. Мы подтянем этот держатель с помощью маленького эвакуатора. Установим, а потом вернем на свое место над осями. Проехать немного вперед? Да. Киту придется отцепить трос, чтобы установить держатель на место. Хорошо, подтягивай. Но при этом сама передача может опять повернуться. Порядок? Да. Можешь выдвинуть стрелу? Она задевает край. Ладно. Сантиметров пять в мою сторону. Идет. Я очень хочу домой. Почти получилось. Теперь я нескоро окажусь дома. Джонни продолжает пытаться установить на место деталь весом 12 тонн. Почти удалось. Еще бы чуть-чуть. Движение на этом участке шоссе затруднено целый день. У водителей заканчивается терпение. Важно, как можно скорее открыть шоссе 881, потому что это одна из двух дорог, ведущих на север. Было бы неплохо, если бы здесь был Колин на ротаторе. Он бы запросто это провернул. Но ротатор не приедет. Поскольку Джонни никак не удавалось развернуть передачу под нужным углом, они решили развернуть подставку. Да! Вот так! То, что надо! Теперь остается выровнять ее. Поехали! Долгий день хаоса, наконец, подходит к концу. Джонни мой боец. Он в лепешку расшибется, но все сделает. Пришлось повозиться, но все получилось. Рэнди, Джонни и Кит отлично поработали. Они из кожи вон лезли, чтобы открыть шоссе. Работать в таких погодных условиях нелегко. Они не отступили и сделали свое дело. Это для нас очень важно. Джонни, неужели ты хочешь уехать? Может, останешься? Давай сбросим ее с платформы и снова поднимем. Потренируемся. Да, да. Ладно, до скорого. Веселитесь. Южное направление уже открыли. Можно ехать. Мы едем. На следующее утро Рэнди отошел после трудного дня. Теперь можно повеселиться с чистой совестью. Мы приезжаем сюда охотиться на степных тетеревов. Здесь можно не бояться, что подстрелишь кого-нибудь. Тот парень только что поймал рыбу, видите? Надеюсь, и мы что-нибудь поймаем. Здесь есть лунка. Уберем снег. Дэн! Что? Сигнальщик Дэн Спенсер впервые приехал на подлёдную рыбалку вместе с Рэнди. Показываю фокус. Видишь? Леска продолжает разматываться. А теперь остановилась. Значит, ты достиг дна. Теперь немного натягиваешь и дёргаешь. Что-то клюнуло? Нет. Рыбы пока нет. Тем временем, в Британской Колумбии весенняя погода принесла тишину в горы. Сегодня тепло. Но главный водитель Мишн Тоуинг Нил Вейкфилд откликнулся на необычный вызов в долину Фрейзера. Позвонили из полиции, сказали, что под водой находится автомобиль. Времени у нас не очень много. Через час-полтора начнёт темнеть. Нил, ты используешь один тягач? Начальник Нила Джорди Дюперрен отправился на другой вызов. Нил – моя правая рука. На него можно положиться, если меня рядом нет. Готово. Молодец. И, возможно, Джорди будет рад, что пропустил этот вызов. Больше всего мы боялись, что в машине находится тело. Мы ходили по берегу взад-вперёд, и не заметили ни сбитых камней, ни следов. Не видно было даже, с какой стороны машина туда попала. Странный случай. У машины заклеено одно из окон. Возможно, автомобиль был угнан. Будем надеяться, что дело только в этом. Нил вызвал на помощь ещё одну машину с особым спасательным средством. Да. Один будет в эвакуаторе, двое ребят в лодке. Мы попробуем выудить машину из воды. Хорошо. Ты будто попал в фильм ужасов. Ожидаешь, что в машине что-то есть. Порядок, хорошо? Это могло быть самоубийство. А может, в машине на полу лежит труп, и его никто не видит. Ты стараешься сохранять спокойствие. Не заостряешь внимание на том, что можешь там увидеть. Самый лучший вариант сцепки – через люк в крыше. Да, достаточно. Пропускай туда. Есть? Да. Хорошо. Порядок. Теперь осталось поднять. Когда машина оказалась у берега, команда смогла впервые как следует её рассмотреть. Тебе хорошо видно? Всё чисто. Не хочу переворачивать. Мы должны поднять её, не нанося ущерб. Полицейским нужно провести расследование, и наше вмешательство должно быть минимальным. Лео, нужно зацепить по-другому. Теперь стало тяжелее. Не хочу, чтобы она перевернулась. Нил Вейкфилд из «Мишн Тоуинг» пытается вытащить из воды брошенный автомобиль. Лео, нужно зацепить по-другому. В машине могут находиться свидетельства преступления. Придётся отвязать и сделать новую сцепку. Когда она так высоко, машина может перевернуться. Взял? Если зацепим за колесо, то сможем её вытащить. Выпустишь воду? Они пропустили цепь через самую прочную точку в машине. И теперь она едет на своих колёсах. Руль свободно движется. Значит, либо ключ в замке, либо замок зажигания сломан. Когда мы подтянули машину к моему эвакуатору, мы не знали, нет ли в багажнике раздутого трупа. Ключ в замке зажигания. Когда автомобиль оказался на суше, офицер осмотрел его. Я дал полицейскому ключи. Ладно. В машине никого не было. Мы могли перепугаться от увиденного в багажнике, но этого не произошло. Мы узнали, что машину угнали в обоцфорде. Выполняя работу, всегда приятно узнать, что плохих новостей нет, потому что увиденная картина может часами стоять перед глазами. Некоторые вообще не могут этого забыть. Нам очень повезло с командой. Они прекрасно поработали на месте происшествия. Всё было сделано очень быстро. Наши сотрудники хорошо показали себя и очень меня порадовали. У нас появилась новая лебёдка? Да. На следующий день на станции Джейми в Хоупе начался урок. Лебёдка рассчитана на 3,5 тонны, так? Да, верно. Роберт, новый глава отдела регулировки движения, искал на шоссе разбитые машины. Я всегда первым выезжаю на место на тундре. Это хорошая машина. Похоже, я везде успеваю первым. Вот что нужно учитывать при работе с лебёдкой. Он энергичный, готовый работать сотрудник. Никогда не возмущается, просто делает своё дело. Даже побывав в опасной ситуации, «Стой!» рядом с неуправляемой фурой, «Оставайтесь там!» Роберт продолжил выполнять свою работу. Я слегка испугался, но меня это не остановит. Поэтому Джейми решил возложить на него новую обязанность и дать ему новый инструмент. Мы установили лебёдку на эту машину, потому что ты всё время находишься на шоссе и выполняешь различные задачи. Лебёдка позволит этой машине зарабатывать больше. Ты регулируешь движение, проводишь мелкий ремонт, открываешь двери, заводишь моторы, меняешь колёса, и теперь можешь буксировать лебёдкой. Он обладает необходимым упорством для выполнения этих задач. Без упорства в нашей сфере делать нечего. Если хочешь что-то перевернуть, трос должен быть расположен посередине. Твоя задача – перевернуть эту штуку и поставить туда. Хорошо. Да. Поставь на стояночный тормоз, потому что нам нужна максимальная устойчивость. Эти стойки прочные, можно цепляться за них. Сюда ставишь отводной блок. Ладно. Давай попробуем. Так, подожди. Это уменьшает нагрузку на твою лебёдку. Этот отводной блок – твой лучший друг. Пробуем. Переворачивай его. Видишь, как легко лебёдки? Замечательно, правда? И как только она перевернётся, я останавливаюсь, так? Когда перевернётся, ты просто отпустишь. Есть. Теперь ты это можешь. Да. Нам не обязательно гнать большие дорогие эвакуаторы для таких мелких работ. Ты сам можешь справиться, так? Ты не думал, что эта машина на такое способна? Нет. Маленькие пикапы станут нашим главным источником дохода. Заботься о лебёдке, она новая. Хорошо, друг мой? Ладно. Спасибо, босс. Да. Я не знаю причин. Знаю только, как это решить. Элквайринг выехал на дорогу. Он готов к выполнению новой задачи. Экскаватор застрял на берегу реки. Место не очень удобное. Меня вызвали на старую заброшенную мельницу у могучей реки Фрейзер. Река пыталась забрать экскаватор себе. Вы сегодня его заводили? Сегодня нет. Ладно. Из-за ранней оттепели уровень воды в реке поднялся, и это место затопило. Весенние работы обычно грязные. Снег тает и превращает землю в болото. Вчера 30-тонный экскаватор застрял в этом болоте. Все попытки его освободить только усугубляли ситуацию. Машина находилась в довольно глубокой яме. Они долго рыли. Конечно же, сила тяжести свою наконец взяла. Если рыть рядом, он будет только углубляться. Давайте вычерпаем немного воды, чтобы можно было добраться до буксировочного кронштейна. Если в той дыре начать копошиться, то она станет бездонной. Будешь погружаться, пока не окажешься в Китае. Если упереться стрелой, машина сдвинется, даже не шевелится. Вообще, вес около 30 тонн. Добавьте сюда сопротивление грязи и получите все 100 тонн. Вот какое усилие необходимо, чтобы сдвинуть машину с места. Это пределы наших возможностей. Все зависит от того, насколько надежной будет сцепка. К счастью, они остановились и не усугубили ситуацию. Мы смогли добраться до буксировочного кронштейна. И команда уже начала осуществлять сцепку с собственной техникой. Какие у вас есть скобы? Три сантиметра? Два с половиной? Кажется, нормально. Скоба, которую я увидел, показалась мне надежной. Мы протянули туда мой трос. Это на скобу. Потом палец через петлю. Да, прямо в большую скобу. Этот крючок за маленькое кольцо. Прежде чем Эл попробует тянуть, ему необходимо установить одну простую, но очень важную деталь. Без этого бревна мои стойки просто утонули бы в грязи, и я сам затянул бы себя в яму. Мы прижмем его хорошенько. Если что-нибудь порвется, трос ударит. Отойдите шагов на 15, потому что немножко мертвым быть невозможно. Я уже видел, как детали сцепки летят и попадают по технике, по людям. Последствия всегда катастрофические. Начинаем тянуть. Это битва двух машин. Эл увеличивает мощность, но грязь не хочет отпускать экскаватор. Эл, что это было? Маленькая скоба сломалась. Раскопайте немного. Надо от нее избавиться. Скоба бригады экскаваторщиков не выдержала. Поэтому я и не люблю пользоваться чужими приспособлениями. Если скоба рассчитана на 25 тонн, но за свой срок службы она испытывала силы, равные 150 тоннам, и если она не сломалась, то явно была на грани. Эл меняет детали сцепки. На этот раз он использует свое снаряжение. Еще пару скоб. Можете вылезать. Там мы закончили. Грязь засасывает ноги. Можно утонуть по колено, и ты становишься беспомощным, потому что не можешь выбраться. Здесь можно за свиньями гоняться. Пропустив трос через отводной блок, Эл удваивает тяговое усилие. Но на этом он не останавливается. Переверните блок. Ему будет помогать второй экскаватор рабочих. Сначала нужно освободить машину от грязевых оков. Эвакуатор вибрирует во время работы. Эта вибрация передается по тросу. Весь экскаватор начинает трястись. Этих колебаний, может быть, даже не видно. Но их сила поможет освободить машину от грязи, после чего можно начинать буксировку. Элу необходимо еще поднять 30-тонный груз по крутому склону. Иногда приходится поднимать передние колеса эвакуатора в воздух, потом подождать минут 5-10. Они постепенно опускаются. Тогда можно еще подтянуть. Вот так. Хорошо. Медленно. Не нужно давать газу. О, да! Вытащили! Нам очень повезло, что мы смогли достать ту машину из ямы. Поначалу мы сомневались, но все изменилось, когда за дело взялся Эл. Это невероятно. Мне очень понравилось. Работа была грязная. Глуши! Но Эл никогда не заботился о чистоте своего тягача. И он не может удержаться, чтобы не подколоть конкурента. Привет, Супер Джеймс. Ты нам не нужен, приятель. Мы сами справились. Все в порядке. Спасибо. Хорошего дня. Полируй свой хром. Эвакуатор «Вулкан» побеждает. Мой семейный бизнес всегда пользовался хорошей репутацией. Мы славимся сложностью проводимых работ. Кто-то рожден сборщиком роялей, кто-то нейрохирургом, кто-то рожден строить ракеты. Если в вас изначально не заложена тяга к своему делу, вы в нем не преуспеете. Редактор субтитров А.Семкин